Перед отлётом в Японию зашли в ланш, перекусим. Я взяла какой-то супчик, ну такой более немецкий, смотри, с колбасками у меня. Сережа попивает красное вино. Всем привет! Вы на канале It's Malay. Это моя жизнь. И с вами я, Наташа. Пришло время для нашего долгожданного путешествия. И я с вами отправляю в страну восходящего солнца, Японию. А именно в её знаменитый город Токио. Не могу дождаться, чтобы погрузиться в впечатляющую культуру и захватывающие традиции этого удивительного места. Вы готовы исследовать вместе со мной всё, что предлагает этот город? Тогда поехали в незабываемое приключение. Сейчас перед вами открывается вид на Радужный мост в ночном Токио. Ничего себе, какая красота! Вот это да! Мы только что прибыли в гостиницу и решили провести первый день здесь, наслаждаясь ужином в нашем ресторане. Мы заранее забронировали столик и нас встретили великолепные японские девушки в восхитительном шёлковом кимоно. Мы заказали разные закуски с сезонными овощами, свежими сашими, в том числе китайской капустой, шайатаки и маринованными овощами. В нашем ужине также присутствовал суп, о котором я не знала заранее, но он оказался интересным и вкусным. Ещё мы попробовали желе из яичного тофу, окукудзи, а также жареную рыбу во фритюре. Мальчишки заказали филе мяса куроги вагью, надеюсь, что я правильно произношу, которое нужно было готовить в овощном бульоне. Я же предпочла филе, приготовленное как стейк. Оно было нежным и сочным и слегка жирным, но так, что просто таяло во рту. Я заказала самую знаменитую говядину вагью. Сейчас попробую. У неё должен быть необычайный вкусный вкус. Если вы любитель стейков, то рекомендую, обязательно попробуйте это филе, это мясо вагью в Японии. Супчик, рис с горнелем. Приятного аппетита! И что меня удивила, большая, действительно большая комната, не обращайте внимания, мы уже тут немножко раскидали свои вещи. Мы устали, мы были 24 часа в пути. Очень далёкий путь. И что, необычно, три кровати. Для большого медведя, для среднего медведя и для мишутки. Маленькая кроватка, которая стоит вот так на полу. В эпоху Эдо в 1853 году Шагунатто Гугава построил крепости на искусственных островах, чтобы защитить Эдо Токио от морских нападений. В 1980-х годах Адайба была расширена и застроена жилыми и офисными зданиями. Япония встретила нас прекрасной погодой в Токио. Вот кто-то тут занимается спортом. Серёжа молодец. Каждый день пробежка и гипнастика. Отель Хилтон на Адайба был нашим выбором, благодаря великолепному виду на залив и радужный мост. Ванная комната также оказалась просторной и удобной, с возможностью наслаждаться видом на залив во время принятия ванны. Хочу заснять, какие завтраки здесь. По-моему, здесь с утра уже можно заказать супчик. Ну как же без колбасы и рыбки. И изобилие фруктов. Салаты. Я думаю, что это цветная капуста. Я не знаю. Да, наверное, цветная капуста в куркуме, наверное, отваренная. Овощи, картошечка, бетон. И даже уже можно... Для любителей кимчи, смотрим. Это любителям английского завтрака. Ух ты, это что такое? Это яйцо такое кушевое. Ай, на вафель, смотри, вафля, но и то она какая-то вареная. Котолетки. Ух ты, рыба какая интересная. И рис. А так это и травмонца. Обязательно попробую. А лапшичку кидать в бульон. Сейчас коротко отварят. Потом добавить другой бульон. Да, сынули, я показываю, как раму я хочу тебе взять. Потом ты можешь, и я тебе покажу мои яйца. Хорошо. А я видела, классно. Чуть-чуть бомбур. Зеленью и морской травки. Готово. Так, наш завтрак с утра. Сережа фруктами питается. Здоровой пищей. Рихард, вот я вижу, да? Короче, мальчишки решили купить на весь день проездной. Он стоит 820 евро. И возьмем, смотри, 2 взрослые, 1 ребенок, окей? Так. Все, хватит. Сколько нужно будет 2,000? 50 касса, да? Да. Ну-ка, уличи, где-то. 50 касса. Берем, кидаем вот сюда. Кидаем. 50 касса, да? 50 касса. 50 касса, да? 50 касса. 60 касса, да? 50 касса, да? 58 касса. Все, на всех, на всю семью сразу автоматически? Ну-ка, покажи. Каждого. Все? Ну, это один. вот здесь он выходит обязательно надо с собой забрать в день мы используем несколько линий общественного транспорта каждый из которых имеет свою стоимость проезда например сейчас за фиолетовую линию мы заплатили 12 евро на троих кроме того есть еще желтый и зеленая где оплата также производится отдельно в зависимости от количества пройденных остановок итоговая сумма за день может варьироваться но обычно составляет от 36 до 50 евро на проезд как я решила зеленый чай если мы правильно выбрали это перед тысячу и 150 движется как мелочь даст сдачу игровой автомат делась высыпается после спасибо холодный чай а можно и горячий выбрать девчонки одни девчонки пришли на концерт показывают в каких образах они на рядах стоят мы только что прибыли на рыбный рынок в городе токио одно из огромное количество людей на адресе вам показываю смотрите здесь можно купить сухофрукты манго ананас бананы сушеные выглядит все вкусно нарезает мелко идем дальше нет значит ресторан неплохой ну не знаю сереже посмотри как готовят он слышит сейчас посмотрю здесь попробует суши обязательно попробуем да смотри сына какой стейк то нет свежий сегодняшний улов это мы вчера и ели очень вкусная жирненькая хален да 2800 стоит вот такой чайничек я думаю что все ручная работа разная рыбка свежая ну-ка покажи что это за экран это одно из самых обязательных мест для посещения особенно для ценителей рыбных деликатесов здесь каждый горман обнаружить что-то по своему вкусу 1500 вот такая тарелочка стоит торта тонца жирная менее жирная и средняя наверное а вон там сашими просто тунец лосось и вот здесь посмотрите как он свежий делает приготовляет нарезает вот это вот я не знаю что это такое щупельцы крабов на гриле готовят кустрицы приготовлены на гриле одна наверно 800 йен но не только морепродукты делает этот рынок уникальным здесь вы также найдете мастерские где изготавливаются ножи высочайшего качества к сожалению мне удалось сделать видео этих потрясающих ножей так как youtube не разрешает и загружать такие контент кроме рыбы и ножей и чая на рынке можно также купить керамику и многое другое давайте просто вместе прогуляемся и погрузимся в атмосферу этого удивительного места чашечки вот такие для риса 360 без соуса самое лучшее но и то есть это лимонная кислота это было его идеально вас ко всем приятного аптита спасибо такие небольшие не взять даже что ты лишь попробовать 5 что ты ешь объясню устрица устрица вот это да она больше твоего рта как ты его засунешь как не снимать это такое надо снять откуси ну как будет это большая ты действительно можешь почувствовать какой вкус да я ни раз не пробовал и не хочу даже как не хочется приятного аппетита земляки спасибо эти вот кальмары да по-моему я не знаю их там тоже жарили гриле подождите вот это вот я обязательно хочу попробовать мошку такой ешь попробуем тоже ракушку я просто показываю этот базар свет чтобы у вас было представление как он выглядит вы меня слышите деньги что мы хотим с тобой вот тоже смотри сашими разно так я выбрала маленькую устрицу хочу попробовать ее на вкус она стоит 600 йен 600 йен я сама могу выбрать я выбираю вот этот дом спасибо ну что может на стоп нажать опять устрица дегустирую следующего утрица она потом застройку ну как можно кушать можно жить в итоге да и снова покупаем напитки с автоматов хочу попробовать я не знаю но думаю что это такой мультивитамин и я желаю что было пиво тебе такие дернышки попробовать они очень вкусным по левой стороне были дерна по правой стороне был изюм омлет японский он очень знаменитая они его слой к слою делать я сейчас немножко хочу заснять показать мне понравился у нас в гостинице предлагают очень вот видите обратно наливают яйцо обжаривают слегка и этот слой ложат обратно сверху а или даже под низ здесь мы видим следующий ресторан где стоит очередь он специализируется по тунцу название уху не видно свет падает свет падает я покупала за 200 2700. Это по что? Это где-то 15 евро. Да, тогда она тут тоже будет. Мы в любом случае сюда вернёмся и закупимся. Слушай, тоже надо она будет купить. Я думаю, что здесь они будут вкуснее, чем у нас в Германии. Такие листья морские. 500. Нет. Заворачивает суши в эти листья морские. Вот так они выглядят. Давай, мы с тобой пробуем. Это что, мотис? Не знаю, как они называются. Ну вот, вот сейчас, подожди, вот так они называются. Вот такой тоже предлагается на этом рынке. В принципе, всё что-то уже для приготовления рыбных блюд или же чая. Ну всё. Попробуем сейчас белую клубнику. Вот такой. Решили только клубнику попробовать. Белая она гибрид с ананасом и обыкновенная красная. Попробуем. Попробуем. Рыбок. Сушеный. Ну как? Вкусно. Крабовый суп. Сушеный. Сушеный. Сколько? 1 от 5? 1500. 1500. Нет. Я очень хотела попробовать икру ежа. Сейчас пробуем. Икру. Пробуем. Пробуем. Икру ежа. Марского ежа. Приятного аппетита. Да. Пробуем. Пробуем. Икру ежа. Если вы меня спросите, понравился ли мне вкус морского ежа, икры морского ежа, то я вам отвечу да. Он обладает желтым, почти оранжевым цветом и солоноватым йодистым вкусом, с приятным запахом моря. К тому же этот продукт считается очень полезным. Он предотвращает недуги сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата, укрепляет иммунитет. Так что обратите внимание на этот продукт. Владелец этого ресторана гордо демонстрирует нам надпись на задней стене, подтверждающую, что их устрицы заслуживают титула лучших и самых вкусных в городе. Попробовав много устриц, среди всех ресторанов, которые мы посетили в Японии, в Токио, эти оказались действительно наиболее впечатляющими. И снова домашний, слоеный, слегка сладковатый омлет. За ним стояла очередь большая. Стараюсь запечатлеть для вас все, чем гордится Япония. Все эти продукты, которые делают ее уникальны. Если вы уже здесь, обязательно попробуйте все самые известные японские деликатесы и блюда, чтобы окунуться в атмосферу восточной кухни и насладиться ее вкусами. Как делаем это мы. Клубника. Она очень большая. Выглядит как декоративная. После посещения рыбного рынка, я надеюсь, что вы получили представление о его атмосфере и о многообразии продуктов. Сейчас мы с вами находимся в районе Гинза. Теперь время исследовать этот район, который славится своими магазинами и шопингом. Хотя сегодня я не собираюсь ничего покупать. Я хочу посмотреть, какие возможности предлагает Токио и оставить полдня когда-нибудь для покупок в этот день. Дальше показываю. Это для детей, гольф. Сумочки от Мио Мио. Большой такой шопинг. Красивый. Можно понюхать. Это приятно пахнет. Вот этот. И вот этот мне понравился. Нежный. Легкий. Вот эти два. Разные заколочки. Люксовый бренд. Декор темп. Вот Кристиан Дюор пудры. Какие красивые пудрницы. Дюор, как всегда, очередь. Вот такие туалеты в магазине. Здесь мама может посадить малыша. И в это время... Многие из вас меня просили и писали, что им интересно видеть все аспекты японской культуры, включая даже туалеты, которые славятся своей чистотой и комфортом. В японских туалетах есть различные функции, такие как обогрев и наличие дополнительных форсунок для гигиенического ухода. Санитарный стандарт в Японии действительно находится на очень высоком уровне. Это была небольшая пауза. Давайте продолжим наш шопинг дальше. Рубашечка такая, посмотрите. С двух материалов, одна широкая, тут зауженные полосочки. Сумка из Денима. Симпатично. 3700 иен. Ммм... Мешочек как будто в ведерочке. Интересно. Интересно. Бычки. Вот эти мне нравятся. Но они пляжные. 69 тысяч это где-то 550 лет. Если крутые. Но они такие непривычные. Да, необычные. Это нужно такой иметь полностью стиль. Можно этих прийти. Тут более такой мужской отдел. Красивые ботинки для мужчин. Элегантные. Другой. Боком. Я. Это для ее. Это усилы вверх. Спасибо, моя дема. Спасибо, моя дема. Спасибо, моя дема. Мой мать. Что-то было же. Что она объясняется в режиме? Для кожи, чтобы помолодела кожа. Номер один в Японии. Надо брать. Смотри, рука молодая станет. Что будет с молодой рукой делать? Так, да. Как маска для глаз. Да. 65? Очень. Спасибо. Я могу иметь номер один в Японии. Я могу иметь номер один в Японии. Парни. Спасибо. 65 тысяч евро? Нет, 65 евро. Ричи пересчиталась на евро. одна штука две тысячи стоит нам подарочки 20 евро маска только стоит ну вот подарочек получала и ориент tones. Das все. Adam в ветке нужно взять. Я показала вам сейчас электронное устройство, инновационный прибор, который электрически подтягивают кожу. Цена его была примерно 750 евро. Сейчас обращаюсь к вам, мои дорогие подписчики, может быть кто-то знает, как его можно приобрести из Японии в Германию. Я очень сожалею, что не купила его в тот же день, когда мы планировали шопинг, то в этот день я его не успела купить. На самом деле, я очень сожалею теперь об этом. Может быть кто-то из вас знает, как это можно сделать. Японочки любят ходить в таких сарафанах укороченных, и ботинки, сапоги у них на массивной подошве, что я заметила. Обратите внимание. Мне понравилось вот такое платье с серыми рукавами, фонариками, темно-серое платье на каблучках. Красиво. Мы спускаемся на один этаж ниже, где продаются различные деликатесы. Сегодня проведенный здесь день, это уже можно сказать второй день в Токио. И у меня сложилось такое впечатление, что вы наверное сами видите по видео, здесь есть все, что можно пожелать. В электронике очень много товаров, которых у нас в Германии еще нет. И сейчас мы спустились на этаж ниже, в продуктовый магазин. Вы увидите, какое огромное изобилие предлагает этот этаж. Мне рассказали, что японские продукты здесь дороже, чем привозные из других стран. Японцы вкладывают много в качество своих продуктов и изделий, поэтому они дороже, чем импортные аналоги. И это касается как электроники, так и продуктов питания. Вот такой большой магазин в деликатесе. Очень трудно держаться, все выглядит очень вкусно. Как здесь можно одержаться? И зачем? Приходишь, что ты себе выбрал? Морошко? Смотрите, одна вот такая, понимаете, я думала это груша, это яблоко, но вот такая вот моя рука, 1300 йен. Вот женщина взяла три больших яблока по 1620. Я считаю, неплохой подарок. И они большие, я думаю, как-то особенно выращенные. Может быть даже в интервете берут арбузик 6480. Если кому-то идешь, если идешь на какое-то мероприятие, кому-то в гости, почему бы не взять что-то полезненькое и вкусное? Вот, посмотрите, есть сейчас это все запакуют. Вот получился такой подарок на 100 евро. Семь больших яблок и один маленький арбуз. Удовольствие не дешевое, но полезное. Например, уже готовая коробка 19 тысяч. Тут для кофеманов. Разные сорта кофе. А тут, я думаю, разные сорта чая. Вырезка мяса. Прекрасный магазин. Мне он очень понравился. Оставил приятное, хорошее впечатление у меня. Предлагает нам разные чаи, разные пирожные. Мне вот манго-пудинг понравился. После прекрасной прогулки и небольшого шопинга, мы решили сесть в этом магазине и попробовать кондитерские деликатесы, выпить зеленый чай. Напротив нас сидели девушки, которые распаковывали подарки. Они восхищались своими подарками, стеклянными бокалами, расписанными золотом. И их радость была заразительной. Вокруг много счастливых, смеющихся людей. И это так заразительно. Это поднимает настроение. Я заказала взбитый маскарпун и со свежим манго. А Сережа заказал шоколадное яйцо, украшенное зеленой травкой, но это так выглядит, и цветочками. Сегодня у нас в Германии Пасха. И у нас тоже праздничное настроение. Начинай кушать, мне интересно, что там внутри. Бешь сынок? Раскрывай, мне интересно. Яйцо шоколадное. Пасхальное. Сегодня же Пасха в Германии. А я заказала вот такой пудинг с мангом. Посмотрите, мне подали китайский чай зеленый. Такой чашечки красиво. Дорогие мои, на этой прекрасной и вкусной нотке хочу с вами попрощаться и поблагодарить вас за просмотр. Благодарю также за подписку на мой канал. А если вы этого еще не сделали, то буду рада, если вы это сделаете. Не останавливаюсь, иначе видео будет очень длинным. Облаки. 980. Желаю всем мира, добра и здоровья. До скорой встречи на моем канале. С вами была я, Наташа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok